Не просто украшение, а настоящий талисман. Считается, что первыми браслет Шамбала носили тибетские монахи, вплетая в него самоцветы. Они помогали владельцу сохранять ясность и спокойствие мыслей. Технику плетения такого причудливого украшения воспитанники Дворца детского творчества освоили на мастер-классе «Сказочная Шамбала» в Музее народной игрушки. Я выбрала красный цвет, потому что он цвет настроя, силы. Мне такой цвет очень нравится, особенно мне нравятся яркие цвета. Я решила сделать застежку на браслете, чтобы было удобнее. И голубого цвета, цвета мира и спокойствия. И основа у меня была такая бело-розовая, тоже, что означает мир и чистота. Самым сложным был первый узел, понять, как надо вязать. А потом все уже было легко. А цвет почему голубой? Голубой он связан с гармонией во всем мире. Мы сегодня делали волшебный браслетик почти, который, когда плетешь бусинку, вставляешь, можно загадать желание, потом можно проверить, спалось оно или нет. Ты загадала? Да. Только не скажу, что. Иначе не забудется. Почти час карпели девочки и мальчики над будущим украшением, старательно вывязывая нити, загадывая желание над бусинкой. Чтобы достичь желаемого результата, потребовалось проявить усидчивость и внимание, быть терпеливым и спокойным. Сейчас у нас во дворце проходит интересная, насыщенная, творческая программа «Лето». В рамках этой программы ребята занимаются с педагогами дворца по их профилю. Они танцуют, они поют, они рисуют, они придумывают, сочиняют. Кроме того, мы выводим ребят в город. Вот сегодня, например, мы в музее народной игрушки. А вчера ребята ходили на канал 16 и пробовали себя в роли настоящих журналистов. Во дворце продолжаются арт-каникулы и впереди еще много интересного. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.